Вы смотрите программу «Взгляд с Банковой». Меня зовут Анна Ниченко. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях по скайпу советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте. Говорим о важном за неделю. Как оцениваете выступления президента Украины Владимира Зеленского на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН? И как считаете, удастся ли он проснуться, как призывал ее Зеленский? Выступление яркое, хорошее и действительно дает, вот это мне очень нравится, это описание супергерой на пенсии. Это тоже, про что многие боятся говорить вслух. И если даже говорят, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, в Европе и в Канаде, ну, вообще, в целом в мире, говорят как-то тихо, вот, вот, объединенные ООН, да, Организация Объединенных Наций, вот она бы могла бы тут лучше поступить, а тут вообще как бы надо вмешиваться, а не молчат, да. А здесь вот такая очень хорошая формулировка, супергерой, поэтому отдаем должное тому многому, что, и очень важному, что было сделано на пенсии, намекаем на то, что можно сделать больше, и, ну, мир меняется, и все международные институции должны адаптироваться. Ну, кроме выступления в США... Мне понравилось. Отлично. Еще давайте обсудим, вот, что глава государства также в США провел еще и ряд встреч, в частности, с инвесторами. Как считаете, когда будут видны результаты таких переговоров? Ну, это постоянная работа, это, знаете, такая вот... Это не то, что разовая встреча, и после этого что-то через там полгода началось или закончилось, да. Встречи с инвесторами проводятся постоянно, в том числе и президентом. Во всех поездках, в которых я был с президентом за, ну, со своей карьерой, или даже, ну, и с другими высокопоставленными лицами, всегда есть встречи с инвесторами. Такие встречи были, например, в Катаре или в Дохе, там, весной. Такая встреча была... Я был на завтраке с бизнесом в Вашингтоне в августе, в сентябре, вот когда была поездка президента Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом. Что на этих встречах обсуждается? Очень часто на них обсуждается... Они начинаются с каких-то практических таких вопросов. Бизнес либо жалуется, либо просит что-то помочь. Ну, конечно, вопросы поднимают уровень президентского. Там большой проект, где-то землю не выделили, где-то в судах дело, там, три года висит. Но вот в последнее время, в последний год формат поменялся. Бизнес не жалуется. Даже вот в Вашингтоне, например, Каргилл говорил, что это первый раз, когда все хорошо с выплатами ПДВ, ну, НДС, возвратом НДС. И у нас мы всегда начинаем с претензиями, а сейчас мы без претензий. И на таких... Тогда бизнес обсуждает проекты. Они пытаются понять, какие есть приоритеты у Украины, какие есть приоритеты у политиков, какие есть приоритеты у бизнеса внутри Украины. И пытаются свои бизнес-проекты, свои инвестиционные или даже торговые иногда проекты адаптировать к этим приоритетам. То есть такие встречи, они становятся более конкретные. Они говорят про какие-то отрасли, про основные проекты в этих отраслях, про то, как эти проекты могут финансировать. Президент получает какую-то информацию, и потом иногда меняется, ну, принимаются решения или кабинетом министров и законодательным для того, чтобы эти проекты двинулись вперед. А насколько западные инвесторы заинтересованы в Украине? Позитивные тенденции наблюдаете? Какие? Ну, западные инвесторы и вообще любые инвесторы заинтересованы в прибыли. И если мы даем им возможность зарабатывать деньги, они будут инвестировать. Все зависит от нескольких классических факторов. Первое, какие риски здесь? Чем меньше у нас рисков, тем меньше прибыли хотят инвесторы, тем более это выгодно для нас. Потому что если есть риск, инвестор хочет перекрыть этот риск большей прибылью. А на практике это означает, что разговор идет от того, например, если мы инвестируем в какую-нибудь энергетику, а как дальше будет реформа энергетики? А кто будет потреблять эту, ну, этот или электроэнергию, или там газ? Как он будет доставляться? На каких условиях его можно продавать? Какие будут налоги? Это вот такие прямые вопросы. Потом всегда есть вопросы про судебную систему, бизнес, климат, защиту прав собственности. Есть вопросы всегда про МВФ, про макроэкономическую ситуацию, про стабильность, про курс, инфляцию. Вот эти три группы вопросов есть. На них чем более хорошие положительные ответы, тем больше интерес у инвесторов заходить к нам, и тем меньше они хотят прибыли, то есть дешевле для нас капитал. Тимофей, а с бизнесом из каких стран Украина заинтересована сотрудничать, и какие дальнейшие шаги будут, приоритеты как будем расставлять? Ну, мы работаем со всеми, кроме тех, кто наши враги, и кто с нами либо воюет, либо пытается создать нам проблемы, вредит национальной безопасности, или стратегически работает против нас. Поэтому в целом мы работаем, конечно, с Европой, мы работаем с Северной Америкой, мы работаем со странами, то есть не только европейскими, со странами в Азии, вот это вся, весь, ну, как бы пояс стран от Эмиратов до Катара и так далее. То есть мы со всеми работаем. Многое зависит от конкретных проектов, понимаете? Потому что иногда проекты чисто экономические, да, это они нам очень интересны. Бывают стратегические, там, где они выгодны и нам, и компании, ну, и стране. Например, если мы строим какой-нибудь логистический хаб или порт для того, чтобы обеспечить безопасность, вот, ну, например, food security, да, продовольственную безопасность для Европы или для арабских стран, да, тогда вот тут у нас прям стратегические интересы совпадают. И они хотят у нас покупать, и мы хотим им продавать, и мы хотим это делать через порты. Ну, это просто вопрос логистики. Иногда бывают более конфликтные ситуации, как с Motor City, например, да, где это военный актив с технологией. У Соединенных Штатов Америки своя позиция, у Китая своя позиция. Я уверен, что у многих других стран, хоть они, может быть, публично это и не высказывают, но есть своя позиция, в том числе и у России. То есть это такой актив, вокруг которого, потому что там очень чувствительные технологии, они связаны с безопасностью, они связаны с оборонной промышленностью, военно-промышленным комплексом, да, поэтому там намного все деликатнее и намного все нужно делать аккуратнее. И медленнее получается, конечно. Еще по поводу одного сотрудничества хочу вас спросить. После встречи президента Владимира Зеленского и премьера Великобритании Бориса Джонсона на Банковой положительно оценили первые результаты внедрения соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном. Чего именно удалось достичь и чего ждать? Ну, я больше знаю про торговлю, потому что, когда я был министром экономики, мы это готовили, и мы очень гордились прогрессами, то, что есть результат. Это открывает для нас рынки. Мы-то экспортируем больше в Великобританию на лучших условиях. То есть наши бизнесы больше зарабатывают и в том числе мы больше налогов собираем для государства. Поэтому это вот один конкретный механизм. Про что идет речь, когда мы говорим про вот эти вот зоны или соглашения о свободной торговле, какие-то условия? Ну, речь идет прежде всего об уменьшении тарифов, барьеров, о признании взаимных сертификатов, например. Потому что, ну, если мы продаем какой-нибудь продукт, даже агропродукт, или мы продаем какой-нибудь промышленный, прибор, например, мы продаем. А есть приборы, которые мы, ну, даже в военной отрасли или в машиностроении мы экспортируем и в Британию, и в Северную Америку, и в Европу. То есть у нас не все плохо. У нас есть где-то, где отрасли упали, а есть высокотехнологические отрасли, которые мы и продукты, и услуги мы экспортируем. Там обычно нужно на рынке свое регулирование, свое законодательство. Поэтому нужно иметь какие-то свои сертификаты. Иногда нужно платить импортную пошлину, да. Вот признание взаимных сертификатов или стандартов, уменьшение пошлин. Это то, конкретные какие-то решения, которые позволяют нашему бизнесу быстрее двигаться, больше продавать и зарабатывать на этом больше. Еще об одном событии хочется услышать ваше мнение. На этой неделе Верховная Рада приняла закон об олигархах. Что на практике получат украинцы от этого, как считаете? Ну, это один из законов, которые связаны с изменением политического устройства страны, фактического политического. Не юридического, не то, которое в рамках закона, а то, которое де-факто, знаете, за законом. Когда есть определенное влияние бизнес-интересов, и они связываются с политикой и начинают искажать политику. Это плохо, потому что когда, ну, не бизнес должен, не большой бизнес должен влиять на парламент или на министров, а избиратель, да, избиратель выбирает народных депутатов, они выбирают, они назначают министров или премьер-министров. Вот так работает демократия. Поэтому это один лишь из законов. Есть другие, например, были законы про деофчеризацию, про декларирование законов. То есть достаточно их много. Это надо в рамках пакета рассматривать. Но конкретно в данном случае описано, какие критерии для того, чтобы бизнесмен попал в список олигархов. Там есть и политическое влияние, и влияние на средства массовой информации, определенный ценз в плане количества активов. То есть это будет касаться только богатых, больших бизнесов. И пока это только такое декларирование, что вот есть факт, что вот эти люди, к ним большее внимание. И политики, и госчиновники должны тогда декларировать встречи с ними. И, кстати, вчера мы очень сильно это дебатировали. И вот люди говорят, что это нарушение какое-то. И, возможно, юридически там будут, ну, детали надо будет выписывать, и практика судебная покажет, как оно будет работать на самом деле. Это все надо делать аккуратно. Надо соблюсти баланс между тем, что мы боремся с фактически, ну, де-факто существующей системой власти, которая не соответствует тому, что написано в Конституции. Я имею в виду олигархическое влияние. В Конституции же не разрешено олигархам влиять на парламент. Но это есть. А, ну, на практике это нужно так имплементировать, чтобы мы строили цивилизованное общество, которое соблюдает законы и строит институции. Но вот хотел бы просто привести для сравнения два примера. В Соединенных Штатах Америки, например, если две компании, даже не бизнес и правительство, а просто две компании работают на одном рынке, то у них могут быть проблемы. Это может быть признано незаконным, если они делятся информацией о ценах на свои продукты или объемах, или каких-то новых стратегий. То есть, например, если у вас компания и у меня, и мы встретились, попили кофе или пиво, а я вам рассказал про свои новые продукты, государство Соединенных Штатов Америки может нас оштрафовать, а иногда даже и посадить. Это один пример. Второй пример. Если я лоббирую парламент, я компания, которая хочет просто изменить цены, ну или еще что-то, налоги, то я должен подавать отчет об этом в течение 45 дней, там каждые полгода, в котором описывать буду не только с кем я говорил и про что я говорил, а и сколько моя компания может потенциально заработать. Поэтому такое декларирование, ну немножко другая форма, но такое декларирование есть и намного более жесткое во многих странах. Тимофей, буквально 30 секунд до завершения программы. Еще раз объясните, вот такие шаги по поводу олигархов, они как-то отразятся на экономике и, в принципе, на кошельке граждан Украины. Со временем да, потому что влияние олигархов на парламент уменьшится. Механизм такой. Олигархи меньше искажают цены через решение парламента и кабинета министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные компании, которые не олигархические, будут зарабатывать больше денег, цены будут более рыночными, будет больше налогов, заплачено в бюджет, будет у людей в том числе и больше зарплата. И еще, вот, например, и пенсионный фонд будет больше, и будет больше, например, поддержки для врачей или докторов, для военных. Это прямой эффект. Не прямой эффект, это из-за того, что будет меньше искажения на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться. И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономический рост, но и средний класс будет создаваться. Спасибо. Спасибо, Тимофей, за ваше разъяснение. Нашим зрителям напомню, это был советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Это была программа «Взгляд с Банковой». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова